Здравствуйте! Вы смотрите новости АТН. В студии Ольга Панова. Вначале коротко о главном. Основная причина как пожаров, так и связанная гибель людей, где произошла гибель, это неосторожное обращение с огнем в части курения. 99,9. Это в нетрезвом состоянии. Первые чрезвычайные происшествия в новом году. С 01.01.2015 года проезд по студенческим электронным картам будет осуществляться по полному тарифу. Студенты Харькова намерены бороться за возвращением льготного проезда в городской подземке. Теперь подробнее. Первые чрезвычайные происшествия в новом году. ДТП, пожары со смертельным исходом, взрыв в кафе в парке Шевченко. Подробности далее в сюжете. Большой резонанс вызвал взрыв и последовавший за ним пожар в кафе Нюхата в парке Шевченко. Собственница заведения полагает, что речь может идти о теракте. По ее словам, в кафе был осуществлен занос открытого огня. Есть свидетели, которые видели, как в сторону угла бросали что-то, что-то горящие, типа факела или разные называли, кто-то бутылку с зажигательной смесью, кто-то факел говорили. То есть несколько человек это видели. Пожар был потушен в течение часа. От ожогов пострадал один человек. Расследование причин пожара продолжается. И расследование пока идет не по версии, озвученной собственницей сгоревшего кафе. Отрабатывается версия и она является выведена сейчас в основную. Это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации обогревательного оборудования, который работал, допустим, мы говорим в конкретном объекте, где применялся газ для обогрева газа. Мы имеем в виду, это типа обычных горелок. Что до иных резонансных пожаров, за несколько часов до наступления Нового года пришлось из-за задымления спешно эвакуироваться жителям двух подъездов трехэтажного дома по улице Халтурина. Источник задымления находился в подвале. Как оказалось, молодой человек в состоянии наркотического опьянения стал жечь в подвале тряпки. Это услышали, что возле двери, а дверь закрыта на замок. Что-то как будто то ли дышит, то ли хрипит. Взломали замок, а он возле двери лежал уже. Ну, скорая забрала. Результата? Откачали, закачали, не знаю. Наркомана с улицы Халтурина откачали, а вот трое людей в области в пожарах погибли. Всего же за первые пять дней Нового года на ликвидацию пожаров и прочих ЧП спасатели выезжали 95 раз. Основная причина как пожаров, так и связанная гибели людей, где произошла гибель, это неосторожное обращение с огнем в части курения 99,9. Это в нетрезвом состоянии, в очень нетрезвом состоянии. Ну и один случай, где в Изюмском районе погиб мужчина, это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового прибора кустарного изготовления. Следует еще добавить, что во время празднования Нового года в одну из квартир на Алексеевке залетел фейерверк, не причинив, впрочем, особого вреда. Что-то дорожно-транспортных происшествий, ни одно из них не завершилось пока в 2015 году в Харькове и области летальным исходом. Виталий Лапскир, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. Платить по-взрослому. Харьковский метрополитен объявил о том, что с 1 января отменяет льготный проезд для студентов. Причина – нет денег в местном бюджете для компенсации льготного проезда. Однако самих студентов такая формулировка не устроила. Они не доверяют, а значит протестуют. С 1 января харьковские студенты платят за поездку в метро 3 гривны, а не полторы. Об отмене льгот Харьковский метрополитен известил вузы официальным письмом накануне Нового года. Причина такого решения, говорится в документе – нежелание горсовета финансировать льготников. В связи с тем, что городским бюджетом Харькова на 2015 год не предусмотрено возмещение расходов на предоставление услуг льготного проезда учеников и студентов, Харьковским метрополитеном с 01.01.2015 года проезд по студенческим электронным картам будет осуществляться по полному тарифу. В метрополитене отмену льгот не комментируют вопреки закону, требуют исключительно письменного запроса. А вот в горсовете заявляют, что информация, предоставленная в письме КП, мягко говоря, не соответствует действительности. Дело в том, что госбюджет еще не был принят на тот момент, когда депутаты собрались на последней в уходящем году сессии, и бюджетные вопросы города на ней не рассматривались. А это значит, что и решение, на основе которого метрополитен произвел отмену льгот, недействительное. Такую информацию, которую можно принять как достоверную, хотя бы потому, что, вы знаете, сессия Харьковского городского совета еще не закрыта, и бюджетные вопросы не обсуждались. Поэтому любые ссылки на решение сессии Харьковского городского совета, по меньшей мере, не состоят. При этом рассчитывать на то, что депутаты при принятии бюджетных вопросов все-таки оставят льготы, пока не приходится. В городсполкоме соглашаются, с законом они гарантированы, но из госбюджета не компенсируются. А право определять, за счет чего их компенсировать местным бюджетом, не так давно было отозвано. До этого это удавалось сделать за счет уменьшения трат КП «Харьковский метрополитен». Предприятие не оплачивало городсовету за землю, и эти деньги считались компенсацией. Теперь же, говорят в мэрии, за такие процессы КП может отвечать юридически. То есть, сами законы сохранились, указано, что государство гарантирует данную льготу, но убран источник в виде миссевых бюджетов. Не бюджетов миссевого самовредования, а миссевых бюджетов, то есть областной администрации. Убран источник, принят государственный бюджет, что должно делать коммунальное предприятие. Кто определит источник покрытия убытков. Хозяйственным кодексом коммунальному предприятию запрещено вести деятельность в ведущую убытку. Однако, сами студенты с отмены льгот не согласились. Говорят, вопрос даже не в том, что льготы им гарантированы государством, а для многих из них даже дополнительные 100-150 гривен в месяц – это большие деньги. Студенты не верят, что экономия на них действительно поможет стране в сложный период. Экономия тут на самом деле – это капля в море для бюджетов. С другой стороны, если мы говорим о ситуации в стране, то мы должны четко понимать, что самое большое напряжение тут получает именно государственный бюджет, потому что на нем функция обороны висит. А льготы для студентов, они должны предусматриваться в городском бюджете. Но даже если мы говорим об экономии, то у меня хочется спросить, а почему такая экономия, допустим, не была введена во Львове, в Киеве, в Бердянске. Сегодня студенты-активисты пришли в городсовет с требованием вернуть им льготы. Говорят, если диалога не получится, то 15 января будет организован масштабный митинг. Участников уже собирают в соцсетях. Если же и это не даст нужного результата, обещают оспорить решение митрополитена в суде. Марина Николаева, Александр Романовский, агентство телевидения новости. Вы смотрите новости АТН. Далее в нашем выпуске. Новый Харьков, пятый Харьков, как говорил Юрий Шевелев, прорастает, как трава сквозь асфальт, несмотря на сопротивление советского Харькова. Суд отменил решение Харьковского гурсовета о демонтаже мемориальной доски украинскому филологу Юрию Шевелеву. Вы понимаете, там же подскользнется человек, упадет и все. Оттуда что угодно можно ждать. Вот раз слякоть, а потом морозец замерзл, все. Температурные качели в Харькове продолжаются. Уже завтра синоптики прогнозируют падение температуры до минус 20 градусов. Подробности через несколько секунд. Клиника Институт Геалуаль – это путь к естественной молодости и эстетическому здоровью. Профильная специализация клиники – инъекционная косметология. С помощью инъекций проводится контурная пластика и 3D-моделирование, которые восстанавливают контур лица и корректируют форму и объем губ. А в канун праздников Институт Геалуаль предлагает еще и процедуры, которые гарантируют идеальную внешность в новогоднюю ночь. Институт Геалуаль, улица Дарвина, 33. Дед Мороз рекомендует в новоречные свята на лекование катаракты и лазерную коррекцию зору. Снижка 2015 грн. на каждое окно. Юридические гарантии. Новый ЗИР Харьков. 720-92-20. Украинская мебельная компания. Новогодние скидки до 50%. Магазин УМК на метро Машала Жукова. Напротив дома мебели. Подробно на умк.ua. Добавьте легкости в свой день. Радио Релакс. Сталеви двери Комунар. Телефонуйте. 7100. У меня самый лучший папа в мире. На работе он строгий и серьезный. На тренировке сильный и смелый. А для меня и братика он лучший друг. А еще на Новый год наш папа становится добрым волшебником. И точно зная, что каждый Новый год папа сделает для нас особенным. Перемены начинаются с нас. Возьми и сделай. Харьковский апелляционный административный суд отменил решение Гурсовета и распоряжение мэра о демонтаже мемориальной доски украинскому филологу Юрию Шевелеву. Скандал вокруг этого памятного знака разгорелся полтора года назад. Тогда проукраинские активисты установили памятную табличку ученому. А в мэрии назвали известного профессора фашистом. После чего доска была разрушена. Скандал вокруг мемориальной доски известному харьковскому словисту и филологу Юрию Шевелеву разразился в сентябре 2013 года. Группа проукраинских активистов установила памятную табличку на доме по улице Сумской, где жил Шевелев за свой счет, руководствуясь решением Гурсовета. Сделано это было именно в тот момент, когда стало известно, в мэрии это решение намерены отменить. И действительно, сначала топонимическая комиссия, а после и сессия Харьковского Гурсовета прошли в стиле лучших партсобраний. Политические и общественные деятели под руководством Добкина Кернеса обвинили Шевелева в фашизме и коллаборационизме за то, что он не встал во время Второй мировой войны на сторону Советского Союза и остался в оккупированном Харькове. Аргументы филологов и правозащитников о том, что никто в мире не считает филолога Шевелева пособником нацистов, не были услышаны. Сессия проголосовала за отмену права на увековечение и буквально через несколько минут неизвестную табличку разбили. Найти тех, кто это сделал, несмотря на видеозаписи, в милиции так и не смогли. Более года представители громады в судах пытались оспорить демонтаж доски. И, наконец-то, это произошло. Харьковский апелляционный административный суд отменил решение Харьковского Гурсовета. Вот эти сложные перипетии, они отражают настроение, которое есть у нас в Украине. Вот такие настроения неоднозначного отношения жителей к определенным вопросам. То есть, вот мы видим, как сказала Оксана Забушка, каже, старый мертвяк тримает новонародженеце дитя и не даёт ему развиваться. И вот так Новый Харьков, Пятый Харьков, как говорил Юрий Шевелёв, прорастает, как трава сквозь асфальт, несмотря на сопротивление советского Харькова. Сейчас активисты собирают средства на восстановление мемориальной доски и надеются, что память о великом харьковском учёном Юрии Шевелёве будет восстановлена. Даже в том случае, если горсовет подаст кассацию. В самой мэрии решение суда не комментируют, а их оппоненты шутят. Если бы не скандальная деятельность Кернеса, о Шевелёве вряд ли так быстро узнало бы так много людей. А теперь и идеи великого филолога-слависта станут для них ближе и понятнее. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости». Температурные качели в Харькове продолжаются. И на этой неделе нынешнее потепление после новогодних морозов уже завтра сменится морозом до минус 20 градусов. Несмотря на праздники и преклонный возраст, дворник Григорий Васильевич на борьбу с угробами и гололёдом выходит исправной всю неделю. Исключение не сделал даже 31 декабря. Говорит, оставаться дома не дает многолетняя привычка не сидеть сложа руки и, конечно же, капризная погода. Я не только двор ощущал, фасад меня еще, главное, где люди ходят. Вы понимаете, там же подскользнется человек, упадет и все. От погоды что угодно можно ждать. Вот раз, слякочь, а потом морозец замерзл, все, гололёд. Все, человек упал, поломал руку, ногу, я знаю. Я сам падал в этом году один раз, упал. Первый рабочий день нового года за лопаты взялись и сотрудники магазинов, кафешек, ресторанов. Расчищать прилегающую территорию. За праздники. За праздники. Ну, конечно. Работа. Снегопады, резкие перепады температуры обеспечили работой и альпинистов. Всего на борьбу с сосульками и снеговыми шапками на административных зданиях и жилых домах сегодня вывели 36 высотников и две автовышки. Ну, большинство это наледи, сосульки. Притом, сосульки могут быть небольших размеров, но при этом очень большие коржи, которые сползают, и нужно убирать. Ну, и снег, который тоже, получается, с нашими перепадами температуры, то растает, и опять образуются наледи, и опять это все может обрушиться. Между тем, жители отдаленных районов жалуются, чем дальше от центра, тем снега во дворах и на дорогах больше. Плохо растищено, мы не тушили, мы просто вот это вот стали уже. Хотелось бы лучше. А скажите, как в районах, вот в центре так? Еще хуже в районах, как обычно, все как обычно. Центральные, да, и все. А в районах? А во дворах практически нет. Как вас зовут? Не очень, ну нормально, растищено, ходить можно. А как в районах? Ну, я живу на Салтовке, и там у нас расчищают. Сегодня с утра улицы города от снега убирали 42 машины, ночью на работе останутся 23. Всего за пять дней, с 31 декабря, с харьковских дорог вывезли почти 3000 кубометров снега. Коммунальщики израсходовали больше 1000 кубометров песчано-солевой смеси и почти 800 тонн соли, заявили в горсовете. О борьбе со снегом отчитались и флогазы. В воскресенье расчистили 700 километров дорог местного и государственного значения. Но, несмотря на это, снежные заносы неприятности автомобилистам все же доставили. Так, только за один день, в воскресенье, харьковские спасатели трижды высвобождали автомобили из сугробов и собледенелых участков трасс. Температурными же качелями погода будет испытывать харьковчан всю неделю. После сегодняшнего нуля завтра и послезавтра термометры покажут днем до минус 18 мороза. Среда и четверг также выдадутся холодными до минус 25 и солнечными. В пятницу небо затянет тучами, а температура начнет повышаться. Так что уже в субботу харьковчане увидят на термометрах. Плюс, а за окнами снег с дождем. Алена Сырока, Александр Романовский, агентство телевидения новости. И на этом все. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Ольга Панова. Всего доброго и до встречи. 30-40 набирай, таксишара замовляй. Е-мобильный, е-такси. 30-40 набирай. С мобильного безкоштовно. Им аплодирует весь свит. Национальный ансамбль танцев Украины имени Павла Вирського. 13 лютого у Хатоби. В рамках ювилейного туру. Квитки на сайте karabas.com. Телефон 717-4949. Размещает и пригощает готель Дружба. Рождественский вертеп перед входом и живые символы наступающего года. В Ирис Арт-отеле умеют удивить даже самых требовательных маленьких гостей. Украинское гостеприимство и европейский сервис – важные атрибуты ресторанно-гостиничного комплекса. Просторные номера, ресторан с великолепной кухней, уютный лаунж-бар – есть всё необходимое для отдыха. Для Ирис Арт-отеля эти новогодние праздники будут первыми. И здесь собираются начать с создания своих собственных традиций. В преддверии Нового года мы все находимся в ожидании чуда. Сердце чувствует предвижение таинственного Рождества. Ирис Арт-ресторан подготовил множество подарков и сюрпризов, а также приглашает на празднование новогодней ночи. Мы будем веселиться, танцевать, путешествовать. Будет Дед Мороз. Много подарков и сюрпризов. Для маленьких горожан в Ирис Арт-ресторане проходит конкурс рождественских рисунков и игрушек «Хендмейд». Всех участников ждут сладкие подарки, а создатель лучшего творения на Старый Новый год получит ценный приз. Галина Шподарева, Андрей Домовой, Агентство телевидения новости. Вчера мы делали буржуйки и закупали перцы для наших солдат. Сегодня сотни харьковчан делают сухие борщи для наших бойцов. Завтра мы будем делать то, в чем остро нуждаются на фронте, что нужно беженцам из горячего востока. Нам нужна ваша помощь словом, делом, деньгами. Всеукраинский благотворительный фонд «Едына Радына». Волонтерам стать просто. Натали Болгар. Женочая классика для ТБ. Успешная та сучастная. ТБ. Успешная та сучастная.